Несмотря на то, что демобилизация уже началась, наплыва в военных комиссариатах ожидают в 10-х числах апреля. В Харькове и области с фронта вернётся более 2,5 тысяч солдат и офицеров. Внушительная цифра военкомов не пугает. Каждого прибывшего обещают сопровождать с момента постановки на учёт. Уже сегодня их более четырёх сотен. Из прибывших ребят формируют оперативный резерв. Для этого в военкоматах по месту призыва составляется картотека, куда заносятся все необходимые данные. От военно-учётной специальности, желания продолжить службу или устроиться на работу до состояния здоровья. Но самое основное, чем обещают озаботиться – помощь в получении статуса участника боевых действий. Сегодня его ждут уже около 300 человек. В областном военкомате существует создана комиссия, которая будет работать и уже работает с той категории военно-обязанных, которые только по линии Министерства обороны такие же комиссии, созданные в Государственной пограничной службе на территории Харьковской области и в Национальной гвардии Украины. Каждый по своему ведомству и направлению, которые помогают дооформить документы тем военно-обязанным, которые это не смогли сделать в воинской части. 23 льготы. На такую помощь могут рассчитывать участники боевых действий. Это и бесплатные лекарства, и зубопротезирование, и санаторно-курортное лечение, льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг, правда, для того, чтобы воспользоваться, ими необходимо будет подтвердить статус. Тем же, кто находится в процессе оформления, по данным военкоматов, таких будет около 10%, сейчас рассчитывать можно на часть соцвыплат, говорит представитель департамента соцзащиты Татьяна Бабенко. Что касается всех остальных выплат, например, социального пособия, как малообеспеченной семье, подогляду за ДТИ, какие-то выплаты, что касается субсидий, касается каких-то других выплат, то действительно это можно оформить уже и сегодня. Выяснить, в каких именно субсидиях и льготах будут нуждаться демобилизованные, демобилизованные в департаменте планируют с помощью созданных мультидисциплинарных команд. Ознакомившись с основными потребностями и проблемами как самих военных, так и их семей, соцработники планируют составлять так называемый паспорт потребностей. Электронный реестр демобилизованных планируют создать и медики. Вся информация по прибывшим поступает к ним из комиссариата в два раза в неделю. Но для создания полноценных карт необходимо будет пройти углубленный медосмотр. Он, говорят, в департаменте охраны здоровья гарантия своевременной помощи, будь то психологической поддержки или стационарного лечения. Будут для этого использованы бригады как первичной медико-санитарной помощи, это центры первичной помощи и городские поликлиники в городе Харькове. Так будут привлекаться и специалисты вторичного уровня. Это центральные районные больницы, это городские больницы многопрофильные в городе Харькове. При необходимости эти бригады будут усиливаться специалистами областных учреждений. В поддержку и сопровождение демобилизованных входит и их трудоустройство. В областном центре занятости уверяют, организовали информационную кампанию. В каждом военкомате есть адреса и телефоны. И уже первые результаты. Накануне в центре зарегистрировалось 4 демобилизованных, сегодня еще 8. У нас есть порядка 35 тысяч вакантных должностей по всей Украине. По Харьковской области 2,2 тысячи вакансий. По городу Харькову 1,6 тысячи. Также предлагаем трудоустройство на предприятиях Украинских оборонных предприятиях Харьковской области. И есть предложение продолжить военную службу, но уже по контракту на военных предприятиях. Кроме постоянной работы, есть предложение и по временной занятости. При необходимости обещают переподготовку и помощь в организации своего бизнеса. Оксана Нечапаренко, Андрей Домовой, агентство телевидения Новости.